Важный и волнительный день для старшеклассников и их родителей. В школу городского округа прозвучал последний звонок. 24 мая девятиклассники и одиннадцатиклассники на школьных линейках принимали слова поздравлений на путственные речи от учителей, родителей и гостей торжественного мероприятия. Последний звонок – школьный праздник, который знаменует окончание учёбы, несёт себе радость и в то же время грусть. Ведь для одиннадцатиклассников школа остаётся позади, а впереди у ребят новые горизонты, новые пути. По традиции выпускников поздравляют первоклассники. Маленькие ученики подарили выпускникам душевное стихотворение с ноткой юмора и задоринки. Кто скучится в тренинг класса с опозданием больше часа, Кто всегда поспать готов, это Паша с ластряком. В новую взрослую жизнь ребят провожали педагоги и родители. Для них звучали самые трогательные, тёплые слова. «Окончание школы – знаменательное событие и большой праздник для каждого выпускника. Сегодня они прощаются со школой, которая заложила в них фундамент знаний. Первый шаг к будущим достижениям и успехам наши дорогие выпускники уже сделали. И сейчас они стоят на пороге серьёзных ответственных решений о выборе дальнейшего профессионального и жизненного пути». Каждому хотелось пожелать ребятам счастья, удачи и, конечно же, самое главное – сдать успешные экзамены, идти по жизни, по правильной дороге. Поздравления и слова с наилучшими пожеланиями для выпускников произнесли глава городского округа Александр Баранов и председатель городской думы Александр Штобе. «Школа, она сделала свои ребяты, она вас воспитала. А сейчас вы должны показать три уровня экзамена своё, то есть отдать на должной школе, показать высокие результаты, поскольку по вашим результатам оценивали другие снижения, оценивали наш городской округ. Поэтому хочется пожелать вам, прежде всего, удачи. Хотелось бы вам, естественно, пожелать так, сказать сейчас спасибо учителям, родителям, которые не верили, которые пытались внести вам в голову всё, что они знают и как они считают вам понадобится в этой жизни». «Прощальный звонок – это стартовая черта для ребят, которых впереди ждёт череда выпускных экзаменов «Прощальница школы – выпускной вечер». Для каждого выпускника это событие является очень важным и значимым, оставаясь в памяти на всю оставшуюся жизнь. «В добрый путь, дорогие выпускники, мы надеемся на вас, мы верим в вас, мы любим вас. Всего вам доброго». «Атмосфера будущих свершений открытий царила в школах городского округа в этот день. Поздравления от учителей, которые на протяжении 11 лет были с ними рядом, звучали на торжественной линейке. Первый учитель, классный руководитель, руководители кружков, которые посещали ребята, и спортивные наставники – все пришли пожелать доброго пути и вручили им заслуженные награды за добросовестное отношение к делу, которым они занимались на протяжении многих школьных лет». «У вас заканчивается очередной этап жизни, и неожиданность, еще и менее сложные институты, кто-то дальше продолжит заниматься спортом, чего я всем желаю. И желаю вам всего самого хорошего. Лид-медий, у нас все-таки!» «Город, конечно же, гордится своими учениками, которые не просто приходили в течение года за парты прослушать урок, но пришли получить высокий результат в знаниях, добиться победы. Особо хотелось бы отметить Биба Андрея, который проявил мужество, храбрость и настоящий мужской поступок, спасая из огня маленького ребенка. 24 апреля 2018 года, проходя мимо дома, он заметил, как из окна квартиры, расположенной на девятом этаже, вырывается дым. Предположив, что в квартире могут находиться люди, Андрей без долгих раздумий бросился к квартиру, наполненную дымом. На ощупь нашел двухгодовалого ребенка и вынес его из горящей квартиры. Благодарственное письмо и памятный подарок отважному, но скромному выпускнику девятого класса 256-й школы вручил Леонид Клевцов. Количество, проявленное, гражданское мужество, бесшистенность, самоотверженность, проявленное на пожаре. Ваш поступок является проявлением лучшего человеческого качества. Это неравнодушие в чужой беде. Мы искренне желаем вам крепкого здоровья и благополучия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова